В семье Талдиевых с 2010 года живут надеждой. У 9-летнего сына обнаружили опухоль позвоночника. Тогда мама Светлана Талдиева по квоте вместе с ребенком выехала в Москву. Но и там врачи отказались браться за такую сложную операцию по удалению опухоля, ссылаясь на то, что слишком много нервных окончаний. Оттуда их направили на процедуру облучения. Трудности, правда, на этом не закончились. У Магомед Башира воспалилась почка, которую впоследствии пришлось удалить. После обследования врачи поставили еще один диагноз – рак крови двух видов. После этого обнаружили, потом там уже в Москве обнаружили, что у него и помимо опухоли еще рак крови был, лимфобластный, имелобластный, ликоз был. Ну, через что? Через многое что пришло пройти. Когда у тебя 9-летний ребенок болеет, тем более 3 онкологии сразу, удалена правая почка, операция на голову, на позвоночник, пересадка костного мозга, мне кажется, это очень много. Я не знаю, как я это все принесла. Полтора года именно столько Светлане пришлось провести в больнице с сыном. За это время им оказывали финансовую поддержку неравнодушные люди. Но большую часть нагрузки взял на себя фонд «Подари жизнь», который оплачивал им дорогостоящие препараты и пребывание в клинике. И там люди помогали, и посторонние люди приходили, помогали. И фонд «Подари жизнь», помощь оказывать тоже. Потому что, когда такой тяжелый больной ребенок, и уже айфедизм, не знаешь, за что хвататься, что делать, что не делать. Если у тебя еще денег нет, вообще проблем нам бывает. Ну, нормально все. Вернуться в старый дом 40-х годов постройки не представлялось возможным. Магомед Баширу категорически нельзя находиться в помещениях, где сырость. Целых три года она жила у своей матери. Пока однажды к ним во двор не пришли трое молодых ребят. Они взяли на себя все расходы в строительстве для семьи нового дома. Стены, крышу и окна. Дом возвели в короткие сроки. Правда, своими силами сделать ремонт внутри не представлялось возможным. За помощью они обратились к главе региона. Юнусбек Евкуров дал поручение. В течение нескольких месяцев в доме не просто сделали ремонт, а еще и обставили. Вот этот корпус мне поставил совершенно посторонний человек. Я его даже имени, он даже за его имени не сказал. Я ему очень благодарна. Он пришел, просто построил даже без... А после этого, по поручению главы республики, собрали людей. Магомед Башир чувствует себя намного лучше. Ежегодно мальчику приходится выезжать на лечение. Но самое страшное уже позади. Впереди у Магомеда Башира много планов. Сейчас он дистанционно учится в девятом классе. А после окончания школы хочет научиться различному ремеслу. Попробовать себя в электрике и парикмахерском искусстве. Сегодняшний день нормально было. Ничего не беспокоит. Мама была всегда рада, все равно поддерживала. Я сестра, я ночь Фатимова в Москве приехала. Поздравить семью с новоселем приехали глава Ингушетии. В Назбеке в Курове и уполномочена при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Гости осмотрели дом и пообщались с Талдиевыми. Ты занимаешься вот так? Мечтаешь? Или нет? Нет, при чем занимаешься в свободное время? Пока что зачем-то. Занимаешься, учишься? Здоровью, здоровью. Анна, я в пустыне по больнице она занималась, а так она по всей этой времени, как наше спортом уже занимается, как глава сказался. Да, но учебу не забывать, чтобы учителя там приходили сюда. Мы смотрим, чтобы учителя там приходили. Хотя бы сколько возможно, но педагоги, педагогов забывать не нужно. Ничего бы нельзя забывать спорта, это прекрасно, это правильно, это нужно. Но тоже посмотрим. Один у нас, я спрашиваю, кто у нас стоит? Родственники поблагодарили Ингизбека Евкурова и Анну Кузнецову за внимание, которое уделили семье Талдиевых. Далее Ингизбек Евкуров и Анна Кузнецова посетили мемориал памяти и славы, где глава региона лично в качестве гида рассказал о памятниках и значимых датах в истории ингушского народа. Почетные гости и глава Ингушетии возложили цветы к вечному огню. А после побывали в Республиканском детском реабилитационном центре. Гости поинтересовались процессом реабилитации пациентов. Побывали в кабинетах социальной адаптации, психолого-педагогической помощи, физкультуры и в других отделениях. Для гостей маленькие пациенты даже приготовили подарки, сделанные своими руками. Нет, у нас это будет с фемии. Ой, вот это красивый подарок. Молодец. Ну вот теперь я буду вас все время вспоминать, как посмотрю на эти цветы. Думаю, там есть девочки такие замечательные. Лечебное учреждение располагает современным оборудованием для лучшей реабилитации. Здесь оказывают детям доступную квалифицированную медико-социальную, психологическую и правовую помощь. Нет необходимости выезжать за пределы республики. В завершении экскурсии по центру Анна Кузнецова отметила, что в детских лечебных центрах очень важно создать такие условия, чтобы родители во время реабилитации могли находиться рядом с детьми. Безусловно, нужно наращивать еще потенциал, потому что такие замечательные стены. Здесь специалисты, здесь оказываются необходимые услуги сегодня. Дети здесь не только из республики Зангушетии, из соседних республик, из других регионов приезжают. Поэтому специалисты, которые здесь, в этих стенах, в республике воспитаны, выучены и работают, востребованы в других регионах. Это важно. Но, конечно, этот ресурс необходимо укреплять. Здесь и бассейн, здесь и логопеды, и специалисты. Поэтому всем детям, особенно тем, у которых есть вопросы со здоровьем, нужна помощь. Конечно, не все вопросы решаются в единочастие. Но то, что стоят, с одной стороны, государственные задачи, поставленные задачи в нацпроектах, майских указах, но пока не будет вот таких реальных дел, конкретные учреждения открыты, дети наполняются его детским смехом, бегают, прыгают, мечтают, радуются. Тогда никакие цифры не дадут нам того результата, который мы на самом деле хотим. А хотим, чтобы дети были счастливы. Мы в этом году решили сделать две проблемы закрытия. Это год сирот и год именно обеспечения колясками, как детей. Вот в первом полугодии мы должны обеспечить колясками, буквально на неделе доложили, что это будет сделано, всех детей колясочников, а до конца года всех взрослых колясочников. Это все внебюджетная история. И спасибо тем, что я чиновникам, я как глава республики, все чиновники в эту копилку вкладывают. И спасибо, конечно, нашим меценатам, строителям, которые вот это богоугодное дело делают. И вторая тема, как я уже говорил, это год сирот. Сегодня основная проблема и у нас, и в регионах в том, что одному сироте положено, если к жилью выделяется, 33 метра по закону. А если плюс еще там с ними брать или сестры сироты, то каждому последующему по 18 метров. То есть в своем большинстве сироты один там, ну, они пытаются по одной квартире, которая даже обеспечена там какими-то там условиями. И в советской постройке не было таких маленьких квартир. Тем более советские сейчас квартиры, многоквартирные дома, они сносятся, они аварийные. И современных постройок, конечно, такого жилья, как 33 метра, нет уже. Поэтому мы объявили это годом сирот для того, чтобы уже буквально на днях у меня будет совещание с застройщиками. Каждый застройщик должен, который заставит строить квартиры, жилье, должен построить не по 33 метра, а по 45 как минимум за ту сумму, которую государство выделяет. И вот это тоже мы находим понимание среди застройщиков. И хотя бы в этом году порядка 150-200 квартир обеспечит вот этих сирот, которые сегодня в республике есть. А их у нас порядка 900 сирот и приравненные к ним. И этот год будет продолжаться, потому что пока мы полностью не обеспечим. Но уж то, что мы это сделали для того, чтобы именно найти такое жилье и понимание, чтобы сироты, их родственники не добавляли деньги, а именно в эту сумму вложиться под 45 метров. В республике также немало взрослых с ограниченными возможностями, которым требуется высококвалифицированная помощь в реабилитационном направлении. Юнзбек Евкуров напомнил, что властями рассматривается возможность строительства подобного медицинского учреждения для взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Светлана Томва, Микаил Тангил, Джамалил Томасханов, Новости 24.